Добрый день, товарищи делегаты! Хотел бы довести до вашего сведения, что принимая команду в 2019 году после поражения от команды Палестины... А давайте можно? Довожу до вашего сведения, что принимая команду в 2019 году после поражения от Палестины... Передо мной была и тренерским штабом поставлена задача выхода в следующий этап чемпионата мира. Учитывая предыдущие поражения от Палестины и не было времени на подготовку, что нашим тренерским штабом был обновлен состав сборной на 70%. Если вы посмотрите игру с Палестины и потом следующую игру с Йеменом, там всего 4 человека вышли от прошлого состава. Но это дало определенный результат. Мы победили дома Йемен 5-0 и 3-1 Сингапур на выезде соответственно. После этого мы принимали команду Саудовской Аравии и, к сожалению, проиграли прямому конкуренту со счетом 3-2. Если вы вспомните ту игру, то поражение в этой игре – это, конечно, стечение обстоятельств и отсутствие опыта наших футболистов. В отличие от команды Саудовской Аравии, которая принимала в последний раз участие на чемпионате мира в России, у нас таких футболистов в составе не было, я имею в виду с таким опытом. Учитывая, что в Саудовской Аравии есть футболисты, которые играют за клуб, который становится чемпионом Азии неоднократно, это тоже говорит о многом. К сожалению, опыта у нашего футболиста такого плана нет, поэтому поражение прямому конкуренту со счетом 3-2 усложило нашу задачу занять первое место в группе. Но после победы над Палестиной со счетом 2-0 у нас оставались хорошие шансы для того, чтобы выйти из группы. В оставшихся трех играх нам было достаточно набрать 6 очков для того, чтобы выйти со второго места. Это простой арифметический подсчет. Но, к сожалению, произошло то, что весь мир столкнулся с пандемией, и, естественно, остановился чемпионат, и во всем мире с этим столкнулись. После этого АФК приняло решение о том, что централизовано. Мало того, что централизовано, АФК приняло решение в связи с тем, что команда Северной Кореи отказалась участвовать. Они приняли такое странное решение о том, что 6 очков будут сниматься от команды, которая в группе заняла последнее место. Ну, и, естественно, после этого, несмотря на то, что мы обыграли Йемен и Сингакур, набрали 6 очков, и в турнире на таблице у нас 15 очков на втором месте, на наше место вышла команда «Ливан» с 10 очками в группе. Ну, что я могу сказать? Да, последние сборы, которые мы провели, готовятся непосредственно, централизованы. Я думаю, мы сделали все возможное, я не знаю, конечно, сейчас можно говорить все, что хотите, но ничего не предвещало тому, что произойдет, но, к сожалению, я еще раз говорю, мы проиграли, и, конечно, всю ответственность я беру на себя, потому что я, как руководитель тренерского штаба, несу полную ответственность, поэтому еще раз прошу извинить всех любителей спорта, и вас всех, кто относится к футболу, потому что, если бы мы удачно выступили, возможно, сегодня здесь вас бы не собирали. Поэтому, еще раз, мы готовы ответить по всей строгости закона. Мы, со своей стороны, я хочу сказать, что за этот период 75 футболистов привлекли в национальную сборную, и 20 футболистов впервые дебютировали в нашей команде, которые были по 16, 17, 18 лет. Я думаю, что у этой команды есть будущее, единственное, что надо при правильной подготовке. У нас, к сожалению, за этот период, в который я работал, мы не смогли подготовить двух центральных защитников и вратаря. Это сказалось на последнем этапе, но это вот та проблема, которая осталась у нас. Спасибо за внимание. Вопросов нет? Салан, вы? Нет вопросов? Знаете, Вадим, у меня один вопрос такого плана. Вообще, вы говорите о последних защитниках. Как получилось, что в Саудовской Аравии вы перекроили эту команду? Перед Саудовской Аравией? Да, прямо на игру с Саудовской Аравией вы перекроили эту команду. Адел Ахмедов оказался последним защитником, отдали центр поля. И как вы собирались играть вообще дальше? Ну, дело в том, что... Как это вообще представить? В общем-то, я не совсем представляю, пусть специалисты сферы футбола ответят на этот вопрос. Ну, сейчас объясню. Дело в том, что в отсутствие центральных защитников, как я до этого заметил, мы только могли прессинговать, сделать так, чтобы соперник не переходил на нашу половину поля. По-моему, насколько я понимаю, вы на их территорию, то есть на ту половину. Я хотел объяснить сейчас. До этого, когда мы в Саудовской Аравии играли здесь, в Ташкенте, мы только за счет этого могли конкурировать с ними. Если вы помните, мы не давали им возможности. Находясь в Саудовской Аравии, в тех климатических условиях, которые там есть, я не думаю, что мы смогли бы это сделать. Это ясно, что мы не сможем сделать. Дело в том, что, когда Адел Ахмедов после второй игры, вот он не даст соврать, он здесь был, здесь присутствует, мы, как бы, он и сам сказал, может быть, я в последней игре Саудовской Аравии на усиление выйду. Но я согласился с этим. Просто потом оказалось, что подошли, мне сказали, что ребята хотят, чтобы он сыграл центральным защитником. А кто к вам пришел и сказал по поводу того, что нужно его ставить центральным защитником? Не, ну, не так не сказать, просто мне Азиз подошел, сказал, говорит, вот ребята просят, чтобы он сыграл центральным защитником. Но я думаю, что, когда в коллективе мы все вместе работаем, это надо учитывать, согласитесь. Когда ребята просят, чтобы мы, там, это же один коллектив у нас, и я посчитал, что надо, конечно, когда футболисты сами этого просят, я же не могу сделать по-другому. Как вы собирались вообще центр поля обеспечивать вообще? Ну, да, сейчас я объясню. Дело в том, что был предложен план о том, чтобы мы на свое спорное поле отходим. Есть такой вариант, когда двух центральных защитников соперника вообще не встречают два нападающих. игра 4-2, два нападающих не встречают центральных защитников, мы закрываем просто края, они между линиями встают, и на контратаке мы можем поймать их. Кстати, в эту ситуацию, если вы посмотрите, как играла в дворной Швеции против команды Испании, на канале... Команду не будем ставить вообще. Вам не кажется, что это было авантюрным решением с вашей стороны? Мы от обороны собирались играть с ними. Просто вначале мы дисциплинированно держали, а потом мы просто получили первую контратаку, хотя мы договаривались, что будем фалить и отходить назад. Но, к сожалению, так получилось, и быстро пропустили. Я же вам говорю, если бы у нас центральные защитники были бы другого класса, возможно, мы... Просто команда Сингапур подсказала, как... Они же до 85-й минуты с ними спокойно играли. Команда Сингапур удачно защищалась против команды Испании. Все, у меня других вопросов нет пока. Мархамат, я на кем-то совал лапар. Баш тренер. Мат-боат, Мархамат. Мархамат. Мат-боат, Мат-боат, Мат-боат. Если мы будем подходить по статистическим данным, который проходит в нашем чемпионате, то я не знаю, когда так выбирали футболистов. Космонавтов так выбирают, а футболисты выбирают по другим качествам. Я думаю, что Фарух, который у нас сегодня выступает, у него большое будущее, и это очень перечисленный футболист. Выходом против Саудовской Аравии, наверное, доказал, что это футболист, который достойно играет в национальной сборной. Мы исходим из того, что он не мой футболист, или вы, наверное, подводится, потому что я каких-то футболистов по знакомству туда устраиваю. Есть здесь ребята, которые еще давно играют в национальной сборной. Они лучше знают, какой я человек. А ваши намеки на то, что я каких-то футболистов куда-то там привожу, это вы, я же вам говорю, у нас журналисты занимаются футболом. Ну, продолжайте заниматься этим, посмотрим. Вы хорошие хотите футбол, тогда освещайте как есть, а не говорите то, что вам удобно, понимаете? Если будете говорить так, как есть в футболе, тогда это другое, тогда с вами можно говорить о чем-то. А это футболист Фарух, у него большое будущее, поверьте мне. Я только что до этого сказал, в основном проблема в том, что у наших футболистов нету, к сожалению, опыта на игры в высоком уровне. Это совершенно другой футбол. Вы поймите, одно дело мы с Москолько так просто хотим выйти и выиграть, другое дело вот сейчас проходит чемпионат Европы. Но посмотрите, как совершенно другие же команды на предварительном этапе, это разные вещи, когда там непосредственно играют эти команды, это совершенно другой футбол. Другого качества футбола, другого уровня футбола. Для того, чтобы туда дойти, до этого уровня, нужно проводить с такими спарринги, с такими командами играть. Мы должны учиться играть против таких команд, сильнейших на сегодняшний момент. Мы за это время в Саудуск-Араби, вот сейчас, если будем брать именно Саудуск-Араби, наши команды такие, как Пахтакор, кто участвует в чемпионате Лиги чемпионов, ну посмотрите за их выступление на этом уровне. Мы уже сколько, 6 лет уже не встречались с Японией и с Кореей, Южной. Когда встретимся, там можно увидеть, на что мы способны, понимаете? Пока мы не будем играть на этом уровне, то тяжело конкурировать будет с ними. Спасибо. Ну да, план был мой, потому что мы остановили, как и планировали за 20-го числа, для того, чтобы собраться и подготовиться. Я еще раз доложу до вашей семьи, что дело в том, что когда пандемия случилась, у нас, в отличие от Саудуск-Араби, которых нет иностранцев в команде, легионеров, у нас есть легионеры. И, безусловно, эти легионеры, которые представляли нашу команду в Китае, в Европе, в Корее, они по-другому совершенно плану готовились. Давно у нас не присутствовали. Мы до этого проводили сборы, контрольные игры, поэтому у нас и столько футболистов было просмотрено, потому что мы пытались как-то подготовиться, учитывая тем, что не все иностранцы могли к нам приехать в связи с ковидной ситуацией. Поэтому 20-го мы когда собрались, мы где-то 25-го числа все подъехали, а остальные ребята, на которых мы рассчитывали. Да, мы подошли и как бы готовились. Я думаю, что те игры, которые мы должны были с Австралией играть, но, к сожалению, Австралия в последний момент отказалась играть. Действительно, Австралия отказалась играть, не мы отказались играть. Их тренер извинился в связи с тем, что у них там больные были или еще что-то не доехали. Мы быстренько нашли соперников в лице команды Таиланд. Обыграли Таиланд, до этого сыграли, попросили сыграть с нами в Туркмену. Мы сборной Туркмении, сыграли со сборной Туркмении. И все было нормально. Игры с Сингапуром и с командой Йемен показали, что на этом уровне до Саудос-Караби мы, в принципе, конкурентно способны. Но последняя игра, которая показала, что, значит, мы не совсем готовы. Что касается моей отставки, безусловно, я могу. И у меня контракт заканчивается. Поэтому даже тут речь не может быть. У меня контракт до июня месяца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но он отказался. И, к сожалению, да, вот это чуть-чуть неожиданно было для меня. Потому что мы... Игра с Ганой, игра с Ираком, которую здесь мы проводили. Мне было видно, что он может нам помочь. Что касается Кремца, здесь ситуация другая. Он долго как бы отсутствовал в национальной сборной. Все время, когда мы сборы собирали, у него всегда какие-то травмы были. Ну, а последний момент, даже если бы мы на него и рассчитывали, он, если вы посмотрите статистику, он за Пахтакорта уже не играл. И на последнем турнире их ним не играл. И последние туры не принимал участие. Поэтому, ну, рассчитывать на него, понятно, было сложно. Продолжение следует... Ну, у нас и так, мы Затеева поставили с Юлдашевым, еще раз говорю. Команды Саудос-Караев, они крайние защитники, высоко подключаются вперед, и они ничего нового не сделали. Просто они качественно выполняют то, что умеют. Мы, я же еще раз говорю, мы хотели закрыть края, и если два центральных нападающих, которые у нас были, должны были закрывать передачу в середину, мы могли на контратаке их поймать. И в момент, когда мы раскрылись, перед тем, как они нам забили первый гол, мы должны были забивать. Но, к сожалению, ошиблись там, и не смогли остановить атаку, контратаку. Надо было ферлить, и тогда, возможно, все по-другому сложилось. Но сейчас уже можно, какие хотите говорить, после игры всегда все видят ошибки, и можно, конечно, изменить что-то. Но счет не изменишь, и сейчас уже говорить о том, что было правильно или неправильно. Когда команда выигрывает, как правильно, а когда проигрывает, естественно, тренер виноват. Я с этим согласился, я же говорю, я полностью беру вину на себя. Здесь ребята не виноваты, полностью моя вина. Да, безусловно, только я виноват. Конечно, я виноват. Раз я возглавляю команду, я виноват. Это моя вина, я же до этого сказал. Да, я же говорю. Все, что надо было, все от федерации, все мы получили. Все, что важно было для победы, мы получили. Никаких причин, на что можно было свалить, нет. Моя зарплата? Это зачем вообще сейчас зарплата? Сейчас вообще как-то непонятно. Это есть контракт, если вы считаете нужным, что эту зарплату отзвучите, пожалуйста, отзвучивайте. Может, перед уходом скажете, что там надо поменять или в национальном чемпионате, что-то есть у нас проблема такая большая? Ну, у нас, в нашем чемпионате, да, но сейчас я же говорю, у нас, я только что перечислил все проблемы, к сожалению, надо в детских спортивных школах, в тех же клубах, которые есть, вставить профессионалов работать. У нас в футболе, посмотрите, не работают ни тренера, ни футболисты бывшие. Посмотрите вокруг, кто работает. Отсюда все проблемы. Согласен. Согласен.